Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием освящением Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Великой Святыни Земли Нашей. Этот собор строился сто лет и одно это уже свидетельствует о том, что это необычное сооружение. Почему это делалось? Почему в течение ста лет у всех было терпение и самое главное желание, энтузиазм построить этот храм? Потому что это связано стремление с самой природой казачества. Но, наверное, никто не предполагал, что этот плод трудов, усилий, веры, жертв людей будет так поруган в веке 20-м. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК партии большевиков выпустило циркулярную инструкцию за подписью Якова Свердлова. Она вошла в историю как директива о расказачивании. В документе значилось «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Все казаки в возрасте от 18 до 50 лет должны были быть вывезены на север. Процесс тормозила лишь хроническая нехватка железнодорожных вагонов. В свою очередь Троцкий на собрании политкомиссаров Южного фронта заявил «Казачество – опора трона, уничтожить казачество как таковое. Вот наш лозунг». Все дееспособное население, которое умело держать или имело возможность держать оружие, находилось на фронтах гражданской войны, либо на стороне красных, либо на стороне белой армии. И в основном в станицах находились дети, женщины, еще раз повторю, старики. Вот именно против этого населения, против носителей традиций казачества был направлен этот страшный декрет. По сути дела это геноцид казачества на территории Российской империи. И благодаря тому, что Господь смилостивился над своим народом, этот декрет Якова Свердлова через 52 дня был отменен. Но тем не менее за эти 52 дня, еще раз повторю, было уничтожено от 2,5 до 4,5 миллионов человек. Даже сейчас мы не можем, и историки не могут посчитать точное количество людей безвинно убиены. Каждый верующий чает жизнь будущего человека. Он хочет спастись, он понимает, что земная жизнь, она временная. Но по делам земной жизни он будет отличать нас в страшном суде. Его земная жизнь – это шествие на Голгофу своего спасения. Если человек верующий православный является членом общины, где есть настоятель, атаман, есть лидер, то он становится соработником соборного шествия на Голгофу спасения. В советское время пригород Сестрорецк-Разлив был известен всему Советскому Союзу. Сюда шли тысячи экскурсионных автобусов, потому что в разливе, в шалаше скрывались Ленин и Зиновьев в июле 17-го года, как писали в тогдашних школьных учебниках от ищеек Временного правительства. На самом деле они были обвинены в шпионаже в пользу Германии. В Сестрорецк, когда вот где-либо ты был в командировке, я спрашиваю, ты где живешь в Сестрорецке, в разлив? А, это шалаш. То есть шалаш – это действительно, это знак. Там, где Ленин месяц кормил комаров и писал на пеньке «Государство и революцию», победившие большевики устроили коммунистическое святилище. Благодаря кинохронике Сестрорецк у советских людей ассоциировался прежде всего с пионерским горном и красным галстуком. Мы в какой-то степени раскодировали территорию, которую закодировал Ленин. Я православный верующий человек, вот, и он, наверное, осквернил это место, эти воды, вот, своей идеологией. Какое значение эта идеология оказала в целом на весь мир, мы знаем. И это место было второе место, 70 лет второе место идолопоклонения Ильичу. Вот, первое место – это на Красной площади, второе – здесь. В то время, когда здесь был благочинный отец Сергий Коломенец, я говорю, батюшка, давайте мы эту традицию, обряд, крещение, омовение попробуем здесь, в Ленинском месте, возродить. Потому что я видел, как батюшка пасхальную ночь совершает крестные ходы вокруг всего квартала. А почему вокруг квартала, а не вокруг храма? Вот, очень тяжелое Ленинское место, очень тяжелое, очень тяжелые здесь люди. Они как закодированы этой ленинской идеологией. Надо чистить территорию, надо чистить. Потому что у него тоже особое отношение к Ленину. 29 июня 1871 года на правом берегу реки Сестры, напротив Сестрорецкого завода, была заложена каменная церковь святых апостолов Петра и Павла. Этот храм, располагавшийся на нынешней площади Свободы, был закрыт и разобран в 30-х годах 20 века. Главной своей церкви Сестрорецкий православный приход лишился на целых семь десятков лет. К началу 21 века в Сестрорецке не осталось ни одной церкви. Все снесли для обустройства Ленинской мемориальной зоны. В нашу библиотеку Духовно-просительского центра пришла женщина, родственница священномученика Николая. Ей принесла выписку из личного дела НКВД. По беседу с ней мы решили сразу, тут же поставили задачу нашим иконописцам написать икону священномученика Николая, епископа Сестрорецкого, так как мы для себя открыли, что у нашего города есть небесный ангел, небесный покровитель. Итак, мы положили начало этому празднику и подвиг этого великого 20 праздника мы несем на сей день, продолжая освящать воды озера Ли, которые стали для нас нашим Иорданом. Название у нас есть этого праздника поход на Иордан. Таинство Крещения – это самое первое таинство. Оно открывает человеку, поверившему во Христа, дверь в церковь. Древней христианской практикой, сохранившейся до сего дня, является Крещение младенца. В случае Крещения младенца, исповедание веры за него произносят родители и восприемники. От родителей каждому человеку достается в наследство не только все доброе, что было накоплено предками его от Адама и Евы, но и наклонность ко греху и ответственность за грех. Именно поэтому, помимо рождения от плоти, необходимо рождение от воды и духа, каковым и является таинство Крещения. Это наш Иордан, и, как говорят, что в реке Иордан больше истории, чем воды, мы говорим, в нашем озере тоже истории больше, чем воды. Можно сказать, это была та точка отсчета, с которой мы начали свое шествие. И та боевленская община, которая сформировалась, она дала рождение и казачьей общине, конвою государя, и даже приходу храма Тихийской иконы Божьей Матери, потому что боевленская община сформировалась раньше. То, что ты делаешь, хочется облечь в какую-то форму. И я нашел, что это казачье служение, которое имеет и православное содержание, и воинское содержание, и нравственное, и патриотическое. Более того, это служение имеет истерическое приемство. И тогда стал искать, где бы зачеркнуть традиции казачьи, получить легитимность этого служения. И была тогда поездка в Ставруболь, где меня выбирали оттопу. Мы бы хотели, чтобы здесь перед вами был проведен ритуал посвящения ватаманы Каневиченко Игоря Леонидовича. Люб такой атаман? Люб. А теперь попрошу привести атамана курортного отдела Ставропольского казачьего войска города Санкт-Петербурга Каневиченко Игоря Леонидовича. Крещеный православный! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Эта присяга настоящая, когда чувствуешь, что на тебя благодать Господа снизошла, и ты что-то получил для служения. Какие-то силы. Именно казачество меня привело в церковь. Мы, казаки, вступая в редкость Ставропольского казачьего войска. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но пометуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Продолжение следует... Осеняю себя хрестным знамением и целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. С России кончено. На последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли? Республик да свобод, гражданских прав. И родину народ сам выволок на гноище, как падает. О Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи, германцы с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех. Да страшного суда. Сегодня мы празднуем 92-ю годовщину со дня создания Российской пионерской организации и 90-ю годовщину со дня присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Товарищ председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Отряды построены. Дорогие друзья, мои юные, юные друзья и товарищи, поздравляю вас с юбилеем пионерии. У древних стен московского Кремля, предмавзолеем, где лежит великий Ленин, с улыбкой глядя на ликующий народ, с трибуны мавзолея каждый год приветливо махал рукой товарищ Сталин. Мы пройдем сквозь тур и дым, стоит небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Когда я увидела Ленина, это, ну как вам сказать, было немного страшно, а потом успокоилась, что он же мертвый, он же не нападет же на нас, это как призрак. Изгнанием бесов из оглашенных и одержимых может показаться пережитком Средневековья, а дьявола и бесов считают мифологическими персонажами. При этом, однако, многие не гнушаются посещением гадалок, колдунов, вещуней. Сердце человека является полем битвы между Богом и дьяволом. Становясь членом церкви, человек вступает в эту битву, становится воином Христовым и бросает вызов дьяволу и всем силам зла. Поэтому священник поворачивает новобранца лицом к западу, стороне духовной тьмы, и трижды спрашивает, отрекается ли он от сатаны. Отрицаешь ли сатаны? И всех делу го, и всех ангелу го, и всего служения го, и вся гордыни го? Отрицаю. По призыву священника «иду не и плю не на него», принимающий крещение дует и символически плюет в сторону запада. Что означает это древнее действие, иной раз вызывающее улыбку у тех, кто присутствует при крещении? Ничто иное, как вызов, который христианин бросает всем силам тьмы. Он как бы говорит дьяволу, я не боюсь тебя, я презираю тебя, потому что со мною Бог. А где Бог, там не страшна никакая злая сила. Отныне злой дух не может больше вредить человеку, если только сам человек не откроет ему доступ в свое сердце через обращение к магии или через совершение тяжких грехов. Казаки – это те, кто в первую очередь должны каждый воскресный день наполнять этот собор. Вот тогда нынешнее современное казачество будет реальным преемником того благочестивого русского казачества, которое построило этот великий памятник мужеству защитников Отечества. Став частью этой большой семьи, не совсем мне стал понятен вектор шествия. Если казак не воцерковленный, если он не участвует в таинствах, если он не живет церковной жизнью, то в этом случае он ряженый. Когда человек решит жизнь в церкви, у него есть надежда на спасение и возможность спасения. И мы начали поиск своего служения. Всегда надо учитывать индивидуальное, территориальное, национальное. Находясь на этой территории, где место поклонения Ленину, мы решили выбрать такое служение, стать конвоем памяти государя императора. И в 2010 году в иконописной мастерской при нашем духовно-просветительском центре города Сестерецка была написана икона, на которой изображен государь императора Николая II, царевич Алексей, в форме собственного, кубанских сотен, собственного ее императорского величества конвоя. На иконе, как мы с вами видим, дорогие братья и сестры, камень и крест, которые символизируют собой Голгофу России и жертву нашего государя, царя Николая II и его густейшей семьи за наше государство российское. А в руках у цесаревича икона Державной Божьей Матери, которая явилась в день отречения царя II марта в селе Коломенское. И она символизирует, дорогие братья и сестры, что власть, духовная составляющая монархии, находится под покровительством Божьей Матери. И что царь Николай и его густейшая семья предстательствуют за нас, перед престолом Господа, за наше государство российское, за народ российский, за нашу святую Русь. Но поскольку царя сейчас нет, то мы решили, что мы создадим общину, которая будет возрождать, сохранять и прославлять добрую память царя, святого царя Стастотерца Николая II. Само название – конвой святого царя Стастотерца, августейшим атаманом которого является царь Николай. Мы будем прославлять ее память, заниматься восстановлением исторической справедливости, транслировать идею монархии, популяризировать ее через прославление нашего царя Стастотерца Николая II и его густейшей семьи. Будем прославлять святого. Это делает любой верующий в православную церковь. Многие православные ездят в паломничество, ходят по святым местам. Но когда это совершают паломничество казаки, их видно, они обличены в форме, которая декларирует и бережет их православное содержание. Их видно. Это апостолы монархии, апостолы православия. Их видно. Это миссия. Наша община показала, что можно совершить паломничество в Иерусалиме, этого бояться не надо. Нас очень хорошо там встречали. Можно побывать на Афоне. В 18-й год, год столетия убиения царской семьи, мы должны все осознать и покаяться за то, что произошло. За ту трагедию, которая произошла при попустительстве русского народа. Братья, прихожие святого храма сего и все православное, чтобы честивое казачество, допоминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и крестом, в веки веков. Конечно, казачество пытается нащупать, найти свой путь. Православное казачество может и должно считать своей идеологией, сверхзадачей, программой, национальной идеей, созиданием, соработничестве с Церковью Христовой нашего государства российского, нашей Святой Руси. Можно созидать другое государство, не Святую Русь. Казаки не будут созидать не Святую Русь, только Святую Русь. Почему мы это сделали сейчас? Потому что мы были пионерами, были комсомольцами. Мы даже этого не помним, но мы приносили эти клятвы. Клялись той идеологией, которая шаг за шагом приводила нас к атеизму. Октября-то пионеры, комсомольцы, мы не приносили покаяния за это. Мы забыли, как дети. А если даже и это было, то лишний раз сплюнуть, дунуть и отречься от лукавого. Это никогда не лишнее, от него всегда надо отрекаться. И мы это решили сделать, потому что было время и место. Проходя мимо того места, где поклоняются все заблудшие, мимо мавзолея, мне сразу вспомнились слова, которые священник повторяет. И за ним повторяют новокрещаемые. Это формула отречения от сатаны. Перед тем, как новокрещаемый будет давать обет перед Господом, он должен вначале отречиться от сатаны от рогорода человеческого. Там есть такие слова. Отрицаюсь сатаны, их тихо, англою, все услужение и всех сил. Отрицаюсь. 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 Безуни и принынь немного. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. императора Николая II и для нас, монархистово-почитателей царской семьи, это, конечно, мы принимаем с благодарностью. Поскольку у нас уже создана общественная организация конвой памяти, конвой святого царя Стастотерца, гостаря императора Николая II, зарегистрированного в Минюсте, это преемство было им передано. Передан хоругви, передали икону, вручили и знаки юбилейные, и медали, которые уже были учреждены конвоем многополиграфической продукции, журналов. Родилась двадцилая ягодка, ягодка. Собралось в Рюпинске, в Совет Атаманов. Присутствовал Верховный Атаман, Сьюзо-Казаковой России, Задорожный. Там присутствовал и Стригунов, и Галушкин, сродник того Галушкина, который написал книгу «Конвой за рубежом». И там был поднят вопрос о подразделении, которое у нас приняло преемство, которые пришли на мероприятие, на круг, в справе конвоя, с хоругвием. Было принято решение, которое мне прислали, что они отряжены, он не имеет никакого отношения к Сьюзо-Казаковой. Если их встретить, то срывать с них форму. Глупость получилась, но она такая, хорошая. Структурным подразделением мы не являемся. Мы вышли из числа казаков. Это Ноев Ковчег, который создан для спасения. Мы обозначились. У нас августейший атаман государь. Если для вас не государь, то нам не по пути. Поэтому на самом деле это отдельное подразделение. Правильно. Ну, Павел Филиппович принял другое мудрое решение. Там мы не против быть в структуре, но мы же не будем. Мы будем смотреть по сторонам, что происходит, и отвечать интересам времени и территории. На нас, на казаков, возложена большая ответственность и обязанность. Казачество все громче и громче заявляет о себе в нашем государстве российском. И святейший патриарх Кирилл в одном из своих обращений сказал, что казачество – это та часть нашего общества, которая в большей степени сохранила общинное начало и национальное самосознание. Общинное начало – это та основа, что у нас есть. Потому что казаки лучше другие знают, что вместе мы сила, опорость, мы добыча для врага. И наша сегодня, наша национальная идея, наша сверхзадача, наша программа, если так сказать, это созидание, в соработничестве Церковью Христовой и нашего государства российского, нашей Святой Руси. И у нас есть для этого все. У нас есть с вами православная вера, у нас есть воинский дух, и у нас есть наша большая казачья семья – Союз Казаков России. И я всегда люблю повторять такие слова, что казачество – это то горчичное семя, которое на благодатной почве Церкви Христовой дает плоды во сто крат. И эти плоды мы видим сегодня. Это та большая семья, которая торжествует, празднует сегодня великий юбилей – 25 лет Союза Казаков России. Люба православному казачеству! Слава Богу! Люба! Люба! Слава Богу, что мы казаки! Да хранит нас Бог и Пресвятая Богородица! Божье вам благословение на все праведные и добрые дела! Мы сейчас находимся на стадии такого перехода к новому смыслу жизни. В сентябре был крестный ход в Петербурге. 100 тысяч человек. Сейчас у людей после 70 с лишним лет советской власти, десятилетия 90-х годов, начало 2000-х, уже все сложилось, все понимание, что эти пути-то пройдены. Ну, чего там? Ну, кто-то призывает там молиться Иосифу Виссарионовичу, кто-то… Ну, это тоже пройдено, уже все это было, уже все это прошло, а закончилось печально. Кто-то призывает, как говорят коммунисты, у нас есть программа, мы все разработали, тоже уже все это пройдено. Либералов просто не воспринимает на дух, потому что только что это пережили. И сейчас вот такой вот, не то что поиск смысла, а уже тяга к смыслу, тяга к России. У меня вот есть книга, «Вернуться в Россию» называется. Вот идет возвращение в Россию, то есть нашу любимую родину, потому что мы долгое время жили не в России. Мы жили в Советском Союзе, постоянно блуждали. Сейчас люди возвращаются, почувствуют свое, родное, и я думаю, что вот такие явления, вот как этот крестный ход, который без особого агитации и пропаганды собрал 100 тысяч человек, вот, я думаю, если чуть-чуть поагитировать, то соберется и 300, и 400, и 500. Но когда задают вопрос, а куда вы идете, я люблю говорить, мы идем на свет Божий. Мы ему идем навстречу, он нас просвещает. Я буду молиться за вас, я сохраню в памяти ваши лица, и я очень надеюсь встретиться с вами еще раз в этом храме, а самое главное, помолиться в этом храме с казаками, чего я сегодня, к сожалению, был лишен, потому что по непонятным двумя причинам казаки находились вне храма, а храм-то был построен ради казаков. Здесь стояла казачья дружина, здесь они снимали свои фуражки, здесь они к Богу обращались, а сегодня, в день патриаршего освящения, не было казаков в храме. Давайте исправлять нашу жизнь во благо церкви и Отечества. Всех вас сердечно поздравляю с праздником. Храни вас Господь. Мы пережили с вами тяжелые времена. Те времена, когда был убит царь Николай, царская семья, тяжелые времена гонения и лихолетия, гонения на церковь Христову, времена расказачивания. Но сейчас казачество возрождается. И само казачество в нашем государстве российском это и есть памятник. Памятник нашей русской культуры, памятник нашей русской духовности, памятник нашей самобытности. Казачество это то горчичное семя, которое на благодатной почве церкви Христовой дает плоды во сто крат. Любовь всему православному казачеству. Любовь всему православному казачеству. Любовь! Любовь! Урасти! Любовь! Урасти! Ты не прав меня держа! Урасти! Субтитры создавал DimaTorzok